Так, девчонки, вы часто спросите, что вы делаете, типа, дома? Ну, понятно, что вы там занимаетесь, ну, типа, занимаетесь ремонтами, восстановлением всем, а что вы еще делаете? Девочки, ну, как все, ничего особенного. Здесь, вон, рыбку жарю, это вечером Николашки на ужин будет рыбка, обычный хек, еще партию поставила. Здесь, вон, перетираю морс, видите, как я ей говорила, вот еще один бутылок. Здесь у меня ждут еще остатки помидор, не, ну, не остатки у нас еще там на улице, еще, вон, 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 там на улице еще есть помидоры. Вот, ну, такие самые-самые, вон, спелые, самые это, что-то с них надо придумать. Может, что-то заквасить, может, что-то пообрезать, не на морс пустить, ну, в общем, такое. Вот, здесь у меня посуда, здесь в школе шкафчик утром повесила, вот эти полочки, что я говорила, здесь на это на шкафчик надо поставить все вот это. Здесь мама Колина угостила нас перчиком, он как острый выглядит, но он сладкий. Порезать его заморозить надо, ну, короче, вот такие вот дела, вот такие дела, вот такие вот заботы у меня. Сегодня, в общем, все это я делаю под фильмец, фильмы сейчас 80-е года где-то, 80-е, 85-е, 87-е, вот такое смотрю, успокаивает, классно, обалденно. Ну, такие вот у нас, вот такие вот у нас дела, вот такие вот у нас заботы. Вот, что еще могу рассказать? Да ничего особенного, все по дому, кручусь, да и кручусь. Жду Николая с работы. Так, вот, хотела показать, видите, все ушло у нас в морс, и вот только совсем чуть-чуть, это с трехлитрового бутля у меня получилось вот жмыха. Он совершенно, видите, вот такой же. Нет, с ним еще чуть-чуть можно выдавить, сейчас я этими займусь, немножко совсем. В основном он же просто сухой, то есть совсем капелюшечку вышло, а это как классный-преклассный морс получился. Сейчас я его разолью по бутылочкам и отправлю в погреб. Его можно, в принципе, переводить немножко, и, ну как, закипятить, и разлить по банкам, закатать под железную крышку, если у вас, например, нет погреба, негде хранить. Вот, и у вас получится морс под железными крышечками. Вот такие вот у нас дела. Сейчас еще перетрую один бутыль и посмотрю, что с этими помидорками сделать. Ну что, товарищи, привет вам с работы. Вот такая вот у меня ванна. Короче, смотрите, чем я тут занимаюсь. Коробок делаю. Вот, зарезаю вот здесь вот, короче, уголки под 45 и стыкую. И, как у нас очень узкий короб, естественно, работа идет очень медленно, вот, потому что вот эти все детальки, вот это все надо подрезать, подгонять. Вот вы только на вот эту деталь, вот гляньте. Получается, что надо было сделать, надо было сделать срез под 45 с одной стороны, срез под 45 с другой стороны, и еще в этом маленьком вырезать отверстие под канализацию, видите. И, естественно, чтобы она не сломалась, не поломалась, осталась целиком. О, похвастаюсь, товарищи, своей новой покупочкой купил, короче, очки, чтобы резать плитку и, естественно, оберегти свои глаза. Короче, что, вот чем я занимаюсь, товарищи. Такая у меня работа. Вот так, чих-чих-чих. Ой, будь здоров. Ой, будь здоров. Будь здоров. Блин, почему мы вздели, блин. Вон, как только я его начинаю снимать, он сразу же бегом-бегом и все. Рэм, а где твой красивый делся? Где красивый делся? Красивый делся? А где Рэм красивый делся? Вот так собака жаловалась. Не дают внимания собаке. Грустная песня о невнимании собаке. Скажи мне надо внимание, так, чтобы было внимание, внимание только мне. А это потому, что папа приехал, и недостаточно внимания собаке уделяет. И он рассказывает о своей бедной доле. Холодно на улице стало. Вот. И да, на солнышке греться нельзя. Пожаловайся всем, что это очень тяжело. Тяжело жить собаке в доме. Скажи, я хочу жить на улице. А почему-то на улице погода плохая. Поэтому приходится сидеть в доме. И из-за этого я жалуюсь, и жалуюсь, и жалуюсь. Да. Вот так. Да. Вот. Вот такие у нас вечерние жалости. У нас такие вечерние жалости. Нормально. Все будет хорошо. Лето скоро. Все будет хорошо. Тихонько. Тихонько. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер вашей хаоте. Что, короче. Поработал сегодня я на славу. Знаете, как сочинять? Я сам не знаю, как это оно. Ну, короче, хорошо поработал. Закончил, в принципе, стены. Осталась только нижняя подвеска в ванной. Вот. Чтобы вы понимали, нижняя подвеска делается, когда ложится пол. Тоже за пол. И последняя плитка подрезается уже пол. И один рядочек остался. Короче, нижняя часть. Фур, Рэм, перестань. Ну, вы, в принципе, видели, что я еще не занимался. Вот, с того кусочка, что я заснял. А, да, его перед этим видео ставить. Все, я поняла. Вот. Так что, закончил я вот это дело. Ну, и все. На выходные ушел, собрал инструменты, сумку и ушел. Весь ушел, товарищ Николаевич. Зашел еще в магазин, да? Заехал в магазин, взял пивка. А что? Можно. Имею право. Имею право. А еще заказал детальку. Да, заказал на сайте деталь. На другом сайте. А мы, наверное, не говорили, что на сайте. А, не, 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 не заговорил точно. Короче, на сайте за 300 с чем-то там деталька эта. Позвонили, вернее, утром сначала дали запрос. Потом позвонили. Они, ой, мы посмотрим сейчас, есть ли она в наличии туда-сюда. И вам сейчас перезвоним. Не переживайте, не переживайте. Ну, короче, они не звонили до обеда. Потом Коля психанул, обедал и решил зайти на другой сайт. И нашел за 200 с чем-то, да? На сто гривен дешевле. Вот. И это самое. Сразу же позвонил, сразу же ему сказали, прям отправляем все, да? Да. Прям моментально. Нет, я взял заказ на сайте. Ну. Мы буквально через минуту перезвонили. Ну, точнее, заказ и сказали сегодня отправить. Вот. А вечером потом перезвонила с первого сайта, да? А говорит, ну, вы там спрашивали, говорит, уже спасибо не нужно. Нет, спасибо, я не голодный. Он говорит, уже заказал на другом сайте. Ну, что ж ждать-то? Ну, конечно, время что идет. Ну, вот, да. Дай бог. И стиралки как-то не ок. Да. Вообще не ок. Да. Уже, получается, все, завтра будет неделя. Да, завтра получается неделя. Вот. А мы стираем частенько, да? Конечно. Там уже шмоток собиралось. Ну, особенно Колиных. Носишки да трусишки. Нет, ну, спасибо. Стал шум с надеждами. Да, они забрали у нас целый пакет. Отстирали. Ну, все равно. Ну, полотенца, допустим, тоже шменяем часто. Там, опять же, носишки, трусишки, там всякие вот эти делишки, да? Ночнушки и все остальное. Да. И вот вам за неделю уже, извините меня, целая корзина. Корзина-картонка. Корзина-картонка. А еще собачонка. Вот эта собачонка, которая ноет и ноет. И ноет, и ноет эта собачонка. Она таскала мне сегодня грязище, да? Ах ты собака такая. Она таскала мне грязище сегодня. Полную хату. Слушай, я с тобой сегодня не разговариваю. Ты же ты убрала. Пашу, а? Да, чуть-чуть. Замела, и ты посмотри, что он под столом творится. Опять та же самая штука. Да ну ладно, все, хватит. Хватит жаловаться. Бен, успокойся. Жалуется, жалуется. Не надо. Не надо. Вот так у нас так каждый вечер. Приходит Николай и начинает. Не надо. Он рассказывает тебе, что происходило сегодня днем. Полежал. Посидел. Посидел. Вышел на улицу, посмотрел. Потом побежал, поделал дела. Принес кучу грязюки. Получил посраки. Полежал. Посидел. Выбежал, гавкнул. Жизнь остановилась. Начинается осень, и жизнь остановилась у собаки. Короче, вот такие вот у нас пирои. За капец, короче, товарищи. За капец, товарищи. Требует внимания больше, чем маленький ребенок. Это капец просто. Так что так. Да. Да? Да. В общем, что, ребята. Сейчас я, лично я. Боже, на себя так непривычно смотреть. В этом. С такими ресницами. Без ресниц. Вот. Сейчас лично я иду, заканчиваю с помидорками. Морс перетерла. Еще не разлила. Залила плиту жира отъедающей смесью. Вот. Ну, пшикалка вот эта у нас там такая есть. Залила плиту для того, чтобы ее отмыть. Вот. И на этом все закончилось, потому что без плиты не могу поставить на газ помидоры, которые я подготовила. Там еще что-то, еще что-то. Ну, в общем, потом этот у меня. Запилик от, запилик от, запилик от телефон. Я прискакала сюда, к телефону, начала в телефоне лазить. А потом присела. У Юли новое видео вышло. А потом позвонил Николай и, короче, вот такой вот, вот такой вот, вот такой вот. И, знаешь, сейчас вечер. Приехал Николай, сейчас посижу немножко с ним полялякаю. И вперед на кухню. Заделаю помидоры. Определилось, что сделать с помидорами. Вас возьму с собой на кухню. Посмотрите. Оп. Что? Привет, девчонки и мальчишки. Еще раз. Вот. Что я делаю? Я в бутыль. Вон, видите, у меня есть целая ведерко с сухими всеми запчастями, которые я заранее заготовляла. У меня здесь и листики вишни. Вон, видите, у меня есть сухенькие. И петрушка, и укропчик. Все у меня здесь есть. Вот. Поэтому я сейчас это все наталкиваю в бутылек. Она уже сухенькая, видите, вот. Вот, гляньте, видите. Вот. Вот. Наталкиваю все это дело в бутылечек. И сейчас заделаю помидорки. Даже кусочек, наверное, дуба положу. Вон, дубовый листик. Вот. Для того, чтобы у меня было... Сейчас посмотрю, что у меня тут еще. Видите, у меня целое-целое ведро у меня тут. Все вот этих засушенных. Вот засушенный листик хрена есть у меня. Видите, хороший хреновый листик. Тоже сюда же. Вот. И листики еще вишни у меня вот сухие есть. Видите, красивые. Все это закидываю сюда. И сейчас... Сейчас... Сюда уже хватит. Ой, Господи. Сейчас вот видите, какая смесь у меня тут получилась. Классно. Сейчас я отобрала... У меня получилась... Ну, вот кастрюля же с этим... Как он называется, Господи? С морсом. Плюс у меня помидорки, которые такие, ну, уже не очень красивые. Я их порезала кусочками. И более-менее красивые, которые остались вот в миске. Я вот эти более-менее красивые помидорки просто закидываю. Ну, тут есть кое-какие обрезанные, пришлось обрезать. Закидываю сюда, в бутыль. И будет несчастье. Просто будет бутыль квашеных помидорчиков. Вот. Пускай нас радуют они зимой. Сколько получается, столько и получится. Можно было бы, конечно, еще на улицу, пока светло было сбегать, взять свеженьких. Еще нарвать, чтобы было больше. Ну, я это могу сделать и завтра. Они только начнут бродить, а завтра могу добавить сюда еще помидорочек. Потому что, видите, неполный бутыль получается. Чуть-чуть стекло. Вот. Сразу соли накидываю столько, сколько мне надо. То есть, 3 ложки на 3 литра. А завтра просто доберу этого. Блин, кружку ты мне так и не принес, да, Николай? Какую? Литровую. Где она вообще у нас есть? А, в ванной. А, в ванной, в ванной. Точно. Вот в ванной. Сейчас. Сейчас извиняю. И будет несчастье. Свет у нас вот, лампочки только остались. Центрального света нет. Ну, ничего. Как-то, как-то проживет. Пока. Завтра уже будет суббота. Нам завтра рано. Извиняюсь, сейчас. Беру просто воду с крана. У нас там еще фельд зарастался. Надеюсь, он хоть как-то пашет. Вот. И засыпаю сюда просто 3 ложки столовой соли. Ну, я чайными буду насыпать. 3, 4, 5, 6. Теперь с Колей сели фильм смотреть. Ну, я его давно уже хотела посмотреть. Старый, старый фильм. Классный вообще. Обалденный. Мне он очень нравится. Как называется, не помню. Можешь ли, Анна? Дай-ка. Как фильм называется тот, что мы смотрим? Криминальный талант. Криминальный талант. Обалденный. 88-й год. 88-й, да? Да. Обалденный фильм. Он мне очень нравится. Очень нравится. 88-й год. Криминальный талант. Он двухсерийный. Но он классный. Мне вот очень нравится. Еще как-то давно его увидела. И, кстати, 10 негритят тоже старый советский фильм обалденный. Кто интересуется именно старыми нашими фильмами, можете посмотреть. Очень интересно. Так, заливаю эту соль сюда. Завтра еще добавлю сюда помидорчиков и будет отлично. Чуть воды еще добавлю. На трехлитровую бутылку получается 3 ложки соли. Заливаю, чтобы не полная была. Потому что я буду добавлять сюда завтра помидоры, чтобы влезли. И все. Пока закрываю, убираю на пол, они уже начнут хваститься потихоньку. Вот так. Значит, следом, что я делаю, знаете, что я делаю? Я отмеряю в большую миску 3 литра. Вам видно вообще? Бардак у меня, конечно. 3 литра вот таких вот резаных помидор. Ну, я литрами меряю, потому что потом в трехлитровом бутле это все буду делать. Вот, кружками будем говорить. Сколько получится, столько и получится. Морс, это дело нужное. Очень даже нужное. 2 литра и сейчас еще 3. Сделаю. Он такой классный, его даже так пить обалденно. Он как томатный сок, только квашеный. Представляете? Квашеный, томатный сок. 3. Что я сюда делаю? Мне нужно 3 литра сока, 50 грамм соли. 50 грамм соли, это у нас сколько? Кто мне может объяснить? Кто мне может рассказать и кто мне может объяснить? Где наши весы, зайка? Не видела? Не видела, говорю. Нет, не видела. Старые бачу, новых не бачу. Ладно, старыми сважу. У меня везде эти переноски, переноска торчит в холодильник. Потому что там резетка за холодильником не работает. Так, значит, 50 грамм соли. Сейчас мы ее организуем. И я скажу, сколько это. Так, ставим эту штуку и делаем тару. Тару 0. Я сейчас посмотрю, сколько это будет. А, я вот. Чтобы было понятно, возьму, знаете, с чем-то. Уже сразу столовый мешок. Я вам скажу, сколько это. Такая ложечка с маленькой горочкой. Это 31 грамм. Получается. О! Короче, 2 столовые ложки без горки. Это будет 50 грамм. Выберите, у меня с рук все выпадает. Вот. Высыпаю сюда. Вот. Выключаю весы. Убираю весы. Убираю чашечку. И что нужно сейчас сделать, это просто взять поколбасить. Вот так вот. Ой, у меня тумбочку мыло и порезало луку. И так болит. Порез. Это еще было 2 дня назад, 4. Порез страшно болит. О! Сейчас везде все будет помыли. Немножко мы сейчас их пожамкаем. Вот так вот делается морс. Потом он получается вот такой вот, как я сегодня вам показывала. Ну, он очень классный. Вот у меня целая кастрюлька. Сейчас я ее разолью по бутылкам. Она уже у меня не бродит, ничего. То есть, и сразу же в погребок вынесу. Какая это прелесть. Кто еще не делал, девочки, морс, у кого есть возможность сделать, сделайте, не пожалеете. Кто уже делал, меня только благодарят. Потому что и в борщ добавить, и так, и всякий, везде, в любое, куда томат добавляете, вы такой природной кислоты. Не возьмете ни с одной пасты. Это раз, и во-вторых, это очень полезный, очень полезный продукт. Даже так взять его, ну, его чистым таким вы просто так не выпейте. А вот если его немножко водочки разбавить, и получится очень вкусный напиток, я вам просто передать не могу. Так, беру мой помощник. Сейчас, сейчас. Вот такой вот помощник беру. Беру наш бутыль, вот так вот. Сразу, кстати, бутылечек можно поставить в мисочку, потому что будет бродить и будет в любом случае подниматься. Так. И порет из песней. Все это дело загружаем сюда. Вот так вот. И у нас через несколько дней будет замечать. Но я даю, знаете, я даю им больше времени. Вот оно уже через 3, ну, 3-5 дней уже, в принципе, заквасится, можно сказать. Такое, если тепло, брожение пройдет, и оно практически заквасится. Но, для того, чтобы потом хорошо хранилось, я даю ему прям хорошенечко постоять. Когда уже процесс бережения заканчивается, я ему все равно даю еще постоять под закрытой крышкой. Пускай прям еще постоит дней несколько. О, смотрите, даже мало. Обалдеть. Хотя должно было хватить. Ну, все равно 50 грамм на 3-х литровых бутылей я делаю. Так что. Еще, значит, сюда. Ой, блин, ну вы видите же, я сделала свинство. Добавляем помидорчиков. Вот эти, наверное, все сюда и сейчас и войдут. Хотя, не факт. Так, жмопаем их, и все. Тут вода осталась. Ну, не вода, а сок вот этот помидорный. Ну, сюда заливаем. Вот так, все. Теперь придется мыть подоконник. Полный прям сильно не буду делать, видите, вот так вот. Видно вам, да? Очень сильно видно. Я вообще ничего не вижу, если честно. Тогда поделаю для того, чтобы, когда пойдет процесс, чтобы оно не повылазило все. Слишком много, вернее, не повылазило. Все, точно так же накрываю крышкой и ставлю на пол теплое место. Но мисочку обязательно подставляем. Потому что будет сейчас бродить, и сразу же все это будет выливаться. И под вторую, сейчас под бутыль я тоже поставлю мисочку. Вот. Все. Теперь мне осталось помыть подоконник после того, как я вот это все сделала. Молодец такая. Видите, она? Наляпала. Или не видно, да? Наверное, не видно. Вот. И разлить морсик. А тут чуть-чуть помидоров осталось. Я их сейчас, может быть, в маленькой кастрюльке переварю вместе с перцем сладким. И... Ну что, вместе со сладким перцем потом перетру, и будет такая заправка классная на что-нибудь. Так, так. В чем буду варить? Вот такой маленькой кастрюльчик. У меня же сегодня перец. Вы же видели, да? Принесла... Вернее, вчера еще Коля принес мамонт перец. И поэтому я сейчас все это дело нарежу, переварю, а потом просто перетру с... Ну, через сито. И будет классная-классная будет заправка. Боже, какая я свинья, а! Ай-яй-яй-яй. В общем, вот так вот. Так, ну что, мне осталось, в принципе, разлить только мой морс. Вот. Сейчас мы берем это все дело. Вот, я находила бутылки пластиковые. И берем, что, смешиваем его. Смотрите, вот такую вот консистенцию. Видите? Как томатный сок. Получается. Очень-очень классный. Ароматный. Вкусный. Ммм. Кисленький. Классненький, блин. Просто обалдеть. Поэтому берем и разливаем просто по бутылкам. Перекипячивать не буду. Для чего? У меня же погреб есть. А у кого нет погреба, еще раз говорю. Вы можете спокойно его закипятить. Вот. И вперед, и с песней... Ой. И вперед, и с песней... Тарелочкой. По баночкам. И под железную крышку можете закатать. И будет стоять у вас, хранится в этом. В квартире, где вам угодно. Параем, все требует внимания. Что случилось? Требователь. Мне кажется, что холодно. Папа, зачем дверь открыл, да? Сам открыла. За своими проветриваниями. Я бутылки искала. Так, все. Два. Берем следующую бутылочку. И дополняем. И вперед в погребе будет красотища. Вкуснотища. Рем, отстань от меня. Да что такое? Тебе одному внимания. Что случилось? Иди давай на место, ложись отдыхать. Давай ложись. Ну, знаешь, что требует? Да. Подстилку. Свежую. Рем, у нас машинка стиральная поломана. Все. Будет одна подстилка на... На неделю. Все. А то привык, слышь, менять ему подстилку. Чаще, чем мы, подстильное белье меняют. Да, Николай? Вообще уже. Короче, вот таким вот. Не хватит, Коль, мне, наверное, бутылок. Хватит? Надо еще, наверное, пол-литрушку где-то нарыть. Нету маленьких у нас бутылок. Все повыкидывали, е-мое. Ну, я сейчас, может, в баночку налью. Я, наверное, в баночку налью и поставлю в холодильник это самое. Буду больше... Буду больше варить или еще что. Я оставлю. Так, все, закрываем это все чудо-юдо. И у нас красота получается. Вот так вот. Так, только ты сейчас пойдешь в погреб, вынесешь, хорошо? Угу. Все. Девочки и мальчики. Вот такие вот у меня сегодняшние работы. А вот это вот тоже остались вот эти помидорочки. Сейчас я их немножко пожамкаю. Ну, пожмакаю немножко. Порежу перчик. У меня есть остатки сладкого перца. Порежу туда. Все это перекипячу хорошенечко. И завтра на сито перетру. И получится у меня такой вот, типа... Типа такая заправка такая, в жидком, можно сказать. В пюре-образном. О, будь здоров. Правильное слово подобрал. Пюре-образная такая заправочка для чего-нибудь. Можно будет ее брикетиками или заморозить, или же так в бутылке. Или в банку закатать, или в погреб. И вот вам, пожалуйста, вкуснячка будет. Все, Николай, несите. Несите. Что-то мне не нравится ваш чих. Знаете ли вы? Хороший чих очень даже. Нет, чих-то хороший. Просто почему он у тебя? Сколько здесь будет? Пол-литра еще будет? Да, не пить. Подпечай там. Все, девчонки и мальчишки. На этом заканчиваю. Это я уже сама тут доделаю. Уже буду резать перчики. Скорее смотреть, киношечку досматривать. Вот. Ну, это сейчас, ну, я думаю, пол-литра тут будет. Да, где-то пол-литра. Сейчас пойду найду банку. Вот. Поубираю на кухне, то что тут поналяпывала везде. И все. Вот такой вот у нас вечер. А завтра суббота. Завтра у нас очень много планов. Нам надо съездить в Комфи. Попробовать поменять раздатчик, или как он там называется, на интернет. Это ты так быстро? Там света нет, блин. А, в погребе тоже света нет? Да. Ну, поставь хотя бы на ступеньки пока месть. А завтра уже положим туда. Я же за фонариком вернулся. Что, пойдешь, смотри, не пересыпи вставники. Аккуратненько. Я забыла, там тоже света вырубила. Там тоже света вырубила. Так. Все. Завтра нам ежевременно. Надо поехать вот эти коробочки интернета, раздатчики поменять. Ну, кто помнит, мы покупали такие. Вот. Потому что одна сгорела, а одна целая. Вот. А, еще что я забыла вам рассказать. Даже, что, оказывается, роутер сгорел. Он светился. Я же думала, слава богу, роутер не сгорел. Потому что у него кнопочка светилась. А когда ребята приехали, подключили все свои коробки, все. А роутер не принимает сигнал и не раздает. То есть, он говорит, то, что светится кнопочка, это не знает, что он работает. То есть, внутри он все-таки сгорел. Вот. Поэтому вот такие вот пироги. Роутер мы уже не поменяем. Там, что гарантия давно закончилась. Уже два года, как прошло. Вот. А вот эти коробочки можем поменять, потому что всего лишь годик прошел. И все. И еще... Ну, еще. Еще. А, еще поедем, купим прожектор на улицу. И надо скупиться собашкам, кошечкам, вот этим всем покушать. Потому что все уже у собашек позаканчивалось. На бульон я имею в виду. Так что так. Все. И звонила мама тоже, попросила, чтобы ее кошки поехали, рыбу купили. Она сильно, очень сильно переживает за это. Так что завтра мы в самое утро, наверное, в поездках и разъездках. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.